Добрый день, уважаемые коллеги! Рада приветствовать всех, кого заинтересовала сегодняшняя моя тема. Разрешите представиться, педагог-психолог высшей квалификационной категории, жемчужина Марина Владимировна. Почему сегодня мы говорим на тему невроза? Вообще, выбирая темы, о которых я хотела бы поделиться на семинарах, на выступлениях, я исхожу из своего практического опыта, из опыта психолога-консультанта, из тех обращений, которые наиболее часто поступают от родителей, от педагогов на консультации, на работу с детьми. И вот в последнее время, и вообще на протяжении последних нескольких лет, тема невроза все более и более становится актуальной. Поэтому сегодня мы с вами говорим, и почему мы сегодня с вами говорим о теоретических каких-то аспектах неврозов, а не переходим сразу к рассмотрению коррекции, психокоррекции детских неврозов, потому что это то специфическое заболевание, прежде всего сразу обновляемся, что это неврологическое заболевание, которое в большей степени лечится не медикаментозными средствами, а психотерапевтическими и психологическими средствами и возможностями, и которые в первую очередь зависят не только от непосредственных самих детей, потому что воздействовать на детей и менять что-то в детях, это если тут присутствуют психологи, они не надо соврать, это одно из самых таких простых вариантов работы психолога, а прежде всего здесь больше воздействия направлено на семью и на родителей, а вот данный аспект является наиболее сложным. Поэтому мы начинаем с вами рассматривать тему неврозы не сразу с коррекции, а с теоретических аспектов, потому что не зная их, не зная специфики, не зная особенностей, очень трудно сразу говорить о каких-то мерах воздействия на ребенка. Итак, и хотелось бы мне сегодня начать со следующей высказывания, которые я нашла о неврозах, сказанной еще Михаилом Михаиловичем Зощенко, что цивилизация, город, трамвай, баня, вот в чем причина возникновения нервных заболеваний. Наши предки в каменном веке и выпивали, и пятые, и десятые, но никаких нервов не понимали. На самом деле действительно неврозы – это заболевания цивилизации. Нервное время, безумная эпоха, больное общество, весь мир шел с ума, эти словосочетания, как правило, не сходят и стали газетными штампами. Привычно вздыхаем и повторяем их, не задумываясь о страшной конкретной реальности, которая за нами стоит. Кого из нас волнует прежде всего? Прежде всего всех нас волнуют личностные проблемы. А эпоха, время, общество – это какие-то расплывчатые понятия, в которые мы и не вдаемся. Между тем, мы с вами как раз и являемся теми самыми страшными и конкретными проявлениями реальности, делающие наше время нервным, безумным и больным. Сколько раз на дню мы срываемся, на наших детях, подчиненных. Мы кричим и на детей, мы кричим в любой ситуации. Участвуем в мимолетных, но не менее болезненных стычках, перебранках, в транспорте, магазинах, на улицах. Пытаемся сэкономить, растянуть время. Нам все время чего-то и чего-то не хватает. Кого из нас не мучает временами тяжесть от боли в груди, в голове, тапатия, равнодушие к жизни и вообще неспособность к какой-либо деятельности. Эти словосочетания стали для нас чуть ли не нормой. И вообще, да, фраза «А кому сейчас легко?» Мы жалуемся, страдаем, но по этим поводам к врачу, как правило, мы не обращаемся. Хотя по факту мы с вами имеем на лицо проявление невроза или невротических расстройств. Если верить статистике 20 века, количество неврозов в мире выросло и 10 раз. В Европе от неврозов страдает более четверти населения, как показывают статистические данные. В Англии невротик каждый шестой. В Швейцарии, которая является самой благополучной страной в мире, занимает первое место в мире по количеству самоубийств. Ну и каждый нормальный американец всегда имеет при себе упаковку антидепрессанта. Хотя уже не только американцы, могу сказать по опыту и нашей страны, что многие из нас также уже с собой носят коробочку антидепрессантов. Какова же статистика нашей страны? Наши медики сводятся на то, что за последние 5 лет количество людей с психическими и нервными расстройствами выросло и растет подобного виния. На лечении в психиатрических лечебницах содержится более 180 тысяч больных с данным проявлением, хотя эта цифра очень расплывчатая и необъективна. По крайней мере, вдвое увеличилось число самоубийств, что специалисты связывают с тяжелыми депрессивными расстройствами у людей. А депрессивные расстройства у нас являются следствием тяжелых невротических проявлений. Хотя в России никогда не проводились статистические исследования общего национального масштаба по данной теме, и в дальнейшем, когда я буду давать статистику по детским неврозам, на самом деле в медицинских данных это не представлено. Но когда проводился рейдинг спроса на рекламируемые лекарственные средства, то оказалось, что успокоительные антидепрессанты стоят на втором месте из числа всех препаратов, которые нуждаются в спросе. На первом месте стоят препараты для лечения и снятия симптомов желудочно-кишечных заболеваний, хотя по факту в большей степени это является причиной заболеваний желудочно-кишечного тракта, являются психосоматические заболеваниями, которые являются следствием стресса. Достаточно оглянуться вокруг, чтобы понять, что мы буквально обвешены различными фониями. Вот вы видите картинку, которая называется «Невроз, нарисованная карандашом». Человек, вернее художник, который ее нарисовал, честно признающийся, что он болен неврозами. Вот так он его изобразил. Итак, помните, пожалуйста, не жалуется ли кто-нибудь из ваших близких на то, что не может заснуть без таблеток или алкоголя, а может быть потом проснуться опять-таки без таблеток или кофе. Может быть, кого-то мучают боли в груди, головные боли, желудочные боли, хроническая усталость, потеря силы воли к жизни. Вспомните. Я думаю, долго вспоминать не пришлось. Наверняка, да, и в вашем окружении, или вы сами это когда-либо испытывали или испытываете. Но, как правило, мы всегда чем объясняем? Жизнь до канала. Хотя, на самом деле, все эти проявления, которые мы перечислили, являются проявлениями невроза. Может быть, кто-то из нас чувствует, например, ему становится плохо в замкнутом пространстве, или боится высоты турникетов, собак. Вот по данным американских исследований, они насчитали более 379 невротических страхов, которые только могут быть и встречаются. Они настолько разнообразны. Некоторые наиболее популярные, я перечислила, это болезнь смерти, болезнь нехватки денег в последнее время, и для нашей страны это наиболее популярное такое стрессогенное. Кто-то боится большого скопления людей, у кого-то страхи высоты, крови животных, скопление пыли, непереносимость, громких звуков, непереносимость каких-то цветов. Все это относится к теме невротических страхов. Кто из нас не попадал в состояние ступора, тогда, когда нужно было принимать какое-то решение, быстро в какой-либо ситуации, но принять решение было невозможно. Кто-то живет с постоянным ожиданием неприятности, нужно сделать много-много-много всего, и не может быть так хорошо, мы привыкли, что мы сталкиваемся с постоянными трудностями. Кто-то находится в состоянии трудоголизма, оказывается, что в состоянии трудоголизма это и есть тот самый невроз на самом деле, потому что зачастую оно уже и не надо столько работать, уже все переделали, но остановиться мы не можем, и идем, и идем дальше. Итак, современный мир требует все больше и больше быстрых решений, восприятия большого числа информации и готовности к стрессам. Такую психологическую нагрузку не все мы, взрослые, выдерживаем. Что же говорить о наших детях? Большинство родителей не понимают, почему у ребенка внезапно происходит истерика, появляется тревожный сон, ночные плачи, навязчивые страхи. Чаще всего причина этого кроется в неврозе. Кто из нас не видел детей, которые по поводу или без повода закатывают истерики, кидаясь на пол? Такая напасть на самом деле встречается у каждого ребенка, но у некоторых детей эти состояния довольно частые. Родители таких детей жалуются на неуправляемость, агрессивность, дрочливость, неуживчивость своего ребенка. Мама и папа с ним не справляются, не говоря уже о воспитателях и учителях. На самом деле неврозы чаще встречаются у мальчиков и таких проявлений в детском возрасте больше у мальчиков, нежели у девочек. Родители таких детей именно с такой яркой поведенческой симптоматикой редко обращаются за помощью к медикам, в лучшем случае обращаются за помощью к психологу, когда это уже становится крайним вариантом, когда ничего с ребенком сделать не могут. И когда мы говорим, что на самом деле у ребенка не поединческие нарушения, а симптоматика невроза, это встречает удивление, а зачастую даже и сопротивление принятия данного заболевания. Возновидности детских неврозов на самом деле огромное множество, и сегодня мы об этом поговорим. В этой тяжелой ситуации успокаивает только одно, и самое главное, что неврозы детей можно излечить и предупредить на самых ранних их этапах. Невроза у детей и подростков, как я уже сказала, самый распространенный вид нервно-психической патологии. Первоначально невроза представляет эмоциональное расстройство, возникающее преимущественно в условиях нарушений отношений в семье. И почему тема моя сегодняшняя была, именно семейная обусловленность невроза. Вы увидите, что именно взаимоотношения и отношения в семье играют в самое первое условие в виде появления в развитии невроза, а также в его коррекции. Оба родителя испытывают много личностных проблем, нередко сами больны неврозом, и придерживаются догматических восприятий или исходящих из прошлого травмирующего опыта взглядов на воспитание, без учета индивидуального своеобразия и потребностей детей. Вот когда я готовила этот материал в одной из популярнейших передач, брали интервью у ребенка. Вот один ребенок на вопрос, что такое счастье, сказал. Счастье – это когда можно играть с мамой и папой, когда они не нервны, не кричат и не ругаются. Ну что может быть еще лучшим подтверждением того, насколько комфортно ребенку в условиях семьи. Невроз является психогенным заболеванием, то есть возникающим под влиянием психической травмы или психотравмирующей ситуации формирующейся личности, поэтому на него оказывает влияние все, что может осложнить процесс формирования личности у детей и способствовать нарастанию нервно-психического напряжения прежде всего у его родителей. К этим факторам относятся следующие причины. Это социально-психологические факторы, социально-культурные факторы и социально-экономические факторы. Итак, социально-психическим факторам. Каждый из факторов в процессе дальнейшего рассмотрения мы рассмотрим более подробно, но что относится к тем или иным факторам. Итак, это единственный ребенок в семье или эмоциональная изоляция одного из детей. Это недостаточная психологическая совместимость родителей и детей частые конфликты. Это одностороннее преобладание или доминирование одного из врослых, чаще всего матери. Перестановка или инверсия традиционных семейных ролей, когда женщина берет на себя мужскую роль, а мужчина в семье выступает в роли женщины. Это низкая продуктивность совместной деятельности членов семьи, то есть такая изолированность, каждый живет своей жизнью. Итак, в целом, изолированность семьи в сфере внешних контактов. То есть семья замкнута в самой себе и практически не выходит на уровень взаимодействия. Меньшее количество посещений, не ходим в гости, не ходим никуда. Итак, это все относилось к социально-психологическим факторам. Социально-культурные факторы – это проблемы, связанные с проживанием в большом городе. Вот по статистике количество неврозов возрастает. Чем больше город, тем количество неврозов на самом деле больше. У жителей сельской местности и у детей, проживающих в сельской местности, неврозов на самом деле гораздо меньше. Это ускорение темпа современной жизни. Современный темп жизни, когда нам нужно все быстрее, 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 быстрее. Количество информации мы получаем больше, в том числе и дети получают количество информации больше. Но физиологически, как мы развивались 100 или 200 лет назад, как мы развиваемся, никаких других изменений и этапов в своем развитии мы по-другому развиваться не стали. А темп жизни ускоряется, поток информации ускоряется, а переработка информации – это дополнительная нагрузка на наш организм, тем более на детский организм, ну и, соответственно, приводит это к невротизации. Это недостаток времени. Это скученностью и некоторой обезличенностью. Это все более сложным характером межличностных отношений, как в обществе, так и в семье. Итак, и недостаток возможности снятия эмоционального напряжения и разрядки. К цельноэкономическим факторам условия относятся. Это неудовлетворительность жилищно-потового условия, особенно молодой семьи, любой семьи, когда мы не чувствуем себя комфортно в период нашего отдыха, это все-таки приводит к нашей невротизации. Это повышенная занятость родителей. Это ранний выход матери на работу. Мы всегда, работая с родителями, с молодыми родителями, с молодыми мамами, папами, говорим, что есть возможность побыть с ребенком до трех лет. Побудьте, пожалуйста. В раннем возрасте, конечно, дети быстрее привыкают к образовательному учреждению. То есть в полтора года ребенок привыкает легче, нежели в два года и тем более в три года. Но отлучение от матери – это достаточно серьезный фактор внутреннего неблагополучия. Вот он, помещение ребенка в ясный сад или привлечение других лиц за уходом за ними. Чаще всего это бабушки, у кого-то это няни и так далее. Следует подчеркнуть неблагоприятное влияние на воспитание этих матерей, которые стремятся освободиться от своих семейных обязанностей, считая их объединительными. У нас современные женщины, у нас за эмансипацию. И многие, и особенно молодые мамочки, стремлений к собственной самореализации. То, о чем уже сказала. То есть передают детей на опеку, допустим, бабушкам. Или нанимают няне, сами уходя в собственную самореализацию, тем самым лишая ребенка возможности именно отношений вот этой ки. теплой связи, биологической связи со своим ребенком. И, как правило, такие мамы в итоге лишаются вплоть до разрыва семейных отношений. Вместе с тем, также нарастание нервно-психической нагрузки у работающих и занятых семьей женщиной сопровождается их большей невротизацией. Что также, конечно же, отрицательно влияет на воспитание детей и на формирование их личности. Увеличение числа неврозов у взрослых, прежде всего, у родителей, сказывается на увеличении числа неврозов у детей, рождая своеобразный замкнутый круг. Невротичный ребенок приводит к дополнительным переживаниям со стороны родителей, и наш круг замкнулся. Итак, мы переходим с вами к рассмотрению самого понятия детских неврозов. Неврозы – это психогенные заболевания, в основе которых лишат нарушения высшей нервной деятельности, клинически проявляющиеся, аффективными и, подчеркнуто, непсихотическими. То есть это непсихиатрическое заболевание, расстройство, такими как страх, тревога, депрессия, колебания настроения и прочее, сомато-вегетативными и двигательными расстройствами, переживаемые как чуждые болезненные проявления, имеющие тенденции к обратному развитию и компенсации. Вот это, имеющие тенденции к обратному развитию и компенсации, огромный плюс к коррекции невротических проявлений. Еще раз подчеркну, что невроз – это не психическое заболевание, такие как шизофрения или психозы. При нем нет прогрессивного распада личности. Это обратимое расстройство нервной системы, которое поддается… Про коррекцию мы, конечно, будем говорить в дальнейшем. Какие-то виды неврозов поддаются легче коррекции, какие-то сложнее, но все равно это поддается коррекции и лечению. Это заболевание, как уже сказала, психогенной природы, реакция личности на стрессы, психические травмы, негативные воздействия. Процесс становления личности и активное развитие высшей нервной деятельности у детей, конечно же, начинается с рождения, но более активно оно начинается с трех лет. Совсем крохи, конечно же, еще не могут четко выразить свои страхи, эмоции или внутренние состояния. Поэтому, как таковые неврозы можно выявить в общих чертах у ребенка только после трех лет. Чем взрослее ребенок, тем типичнее и ярче будут проявления. Конечно же, невротическое расстройство проявляется в любом возрасте, но свою клиническую картину оно приобретает только после 6-7 летнего возраста. До этого невротическое расстройство обычно, вот как у детей трех лет, проявляется в виде отдельных симптомов, которые еще мало осознаются, тем более родителями они еще не осознаются. Как правило, вот до 5-6 лет родители не переживают и не обращаются за помощью. То есть если ребенок капризничает, часто капризничает, это списывает кто-то на плохой сон, кто-то на какие-либо еще факторы, но не рассматривают это как невроз. В современной классификации психических расстройств МКБ-10 термин невроз заменен на термин невротическое расстройство, которое подразумевает под собой много вариантов проявлений. Вообще в неврологии в последнее время уходят от четких определений заболеваний. Раньше была терминология невроз, сейчас терминология невротическое расстройство, так же как при аутизме. Раньше мы говорили про раннедетский аутизм, сейчас расстройство аутистического спектра. Почему? Потому что слишком большой круг данных проявлений, могут появляться только отдельные черты, именно расстройства, какие-то элементы, но нет целостной картины невроза. Поэтому для того, чтобы расширить круг рассматриваемых проблем, в медицине и вводится понятие расстройства. То есть невротическое расстройство, расстройство аутистического спектра, о котором мы уже говорили. Итак, как выглядит рубрикация расстройств психической деятельности? А это невротические, стрессовые и самотоформенные. Вот термин самотоформенные я расшифровала. Это расстройство внутренних органов, без подтвержденных объективными методами и признаков их анатомического поражения. То есть у нас болит желудок. Когда мы начинаем его обследовать, то при неврозах, как правило, каких-либо серьезных нарушений объективных функционирования желудочно-кишечного тракта на самом деле нет. Итак, не будем перечислять. Вы посмотрите. По МКБ-10 это шифр F40, F48, невротические, связанные со стретом, и самотоформенные расстройства. И отдельно выделяет рубрику F48, которая идет как другие невротические расстройства. Тут, хотя в неврозе мы говорим, и будем говорить про утомляемость, про астения, но вот из данной классификации они вынесены, они идут по другими шифрами и отношения к невротическим расстройствам не имеют. Это астения, это не домогание и утомление, это психостения, это синдром утомляемости после перенесенной вирусной болезни, это состояние истощения жизненных сил. То есть их изосключили из термина невротические расстройства. Все остальное вы увидите, вы видите, вернее, на экране, если кому-то будет интересно, потому что очень часто к нам приходят после приема у невролога и приносят, что вам поставили, были у невролога, поставили, но стоит в заключении шифр, поэтому мы должны эти вещи знать. Итак, идем с вами дальше. Неврозы. Немножечко рассмотрим по истории вообще становления неврозов и развития понятия самого термина невроза. Зачем нам это нужно? Потому что в определении внесены ряд критериев, которые необходимо учитывать обязательно в дальнейшей коррекционной работе, в дальнейшем, во-первых, консультативной работе, потому что для того, чтобы выявить всю специфику невротической или психторомнирующей ситуации, мы должны пройти по ряду моментов, которые и нам покажут, что является ли это отклонение неврозом или это отклонение какого-либо другого свойства. Итак, сам термин невроза был введен в 1776 году. Однако полное его определение было дано только в 1980 году. Вот так вы видите, Касаварским. Он рассматривал это как психогенные, как правило, конфликтогенные, нервно-психические расстройства, заболевания личности, возникающие в результате нарушения особо значимых жизненных отношений человека и проявляющиеся в специфике клинических феноменах при отсутствии психотических явлений. То есть это первый раз, когда подчеркнули и разграничили невроз и психиатрические отклонения. Вот в Вейнам в 1982 году были сформулированы следующие критерии диагностики невроза. На них мы опираемся и сейчас. Прежде всего, это должно быть наличие психотравнирующей ситуации. При неврозе это обязательный факт. Второе, это наличие невротических особенностей личности и недостаточности психологической защиты. То есть на втором месте стоят какие-либо особенности личности. Об этом мы тоже потом поговорим. Биологические, физиологические или психологические особенности. И это мы должны будем учитывать. Третье, это выявление характерного типа невротического конфликта. То есть та сама причина, которая является источником невроза. И четвертое, это выявление невротических симптомов и определение, с каким видом из расстройств мы имеем дело. Потому что в зависимости от той динамики, которая присутствует, насколько активна динамика, мы и должны будем строить с вами дальнейшую работу. В учебнике для студентов медицинских институтов психиатрии было дано, вот это одно из последних определений невроза, которое в более полной мере отражает его истинную суть. Это обратимые пограничные психические расстройства, протекающие с осознанием больным факты своей болезни без нарушения отражения реального мира. То есть невроз реально осознается, если мы берем какие-либо, например, депрессивные состояния, депрессивные расстройства, которые являются уже психиатрическим отклонением. И при депрессивных состояниях идет нарушение отражения реального мира. То есть человек не воспринимает реальность таковое, какое он есть. Там искаженная реальность. Вот при неврозах этого нет. В определении Гелировского приводят несколько признаков, которые обязательно характеризуют неврозы. Это психогенный характер возникновения, то, о чем мы говорили. Это вегетативные и соматические расстройства, потому что, как правило, они у нас налицо. И если родители обращаются в больницу, то, как правило, к врачу, то, как правило, обращаются либо соматическими расстройствами, либо с вегетативными расстройствами. С поведенческими расстройствами, как правило, не обращаются. Далее, это личностные особенности. Это стремление к преодолению болезни. Человек чувствует дискомфорт, соответственно, если мы говорим о нас, о взрослых, мы стремимся его как-то преодолеть. А вот при депрессивных состояниях этого уже мы с вами не увидим. И это переработка личностью сложившейся ситуации возникновения болезненной симптоматики. Значимой для диагностики невротических расстройств остается описанная триада невротических расстройств. Вот видите, мы все время крутимся, крутимся, крутимся. Вроде бы вокруг одного и того же. На самом деле все эти моменты мы должны с вами обязательно учитывать. Итак, невроза вызывается психической травмой. Жизненные события, все жизненные события становятся психотравматичными. И самое главное, после исчезновения психической травмы или по прошествии длительного времени, если мы говорим про конкретное психотравматическое событие, то по прошествии времени невротические симптомы сами собой могут исчезнуть. Итак, невроз – это то заболевание, которым мы должны заниматься устранением причины невроза, а не устранением и работой с его симптомами. Идем с вами далее. И рассмотрим эпидемиологию невроза. Вот на самом деле, изучая большое количество медицинской литературы, в том числе и готовя любую тему, которая связана с неврологией или психиатрией, я всегда обращаюсь к отчетам Всемирной организации здравоохранения, к отчетам ВОЗ. Вот по неврозам в отчетах ВОЗ не представлено, в последнее время не представлена никакая информация. То есть там больше информации, которая касается более тяжелых патологий, а вот данных по неврозам, к сожалению, отсутствуют. Единственное, что можно подчеркнуть, что количество неврозов за последние 65 лет, это количество детских неврозов, выросло в 24 раза, в то время как число психических заболеваний выросло только в 1,6 раза. Видите, какой разрыв. Что среди детей с расстройствами психики, выявленных при сплошном обследовании, только 20% детей с неврозами состояли на учете у психоневролога. Видите, что в большинстве случаев родители не обращаются. Итак, эпидемиологическое исследование неврозов затруднено, прежде всего, по причине необходимости проведения направленной и достаточно продолжительной работы, прежде всего, консультативной беседы с каждым, прежде всего, с каждым ребенком и, по крайней мере, с одним из родителей. Легче поддаются учету явной формы нарушений делинквентного или психотического поведения, а также видные признаки нервности, включая заикание, тики, навязчивые движения и так далее. Именно по этому поводу, как правило, родители и обращаются. По данным Соколова, отклонение в нервно-психическом, ну, это данные, я не могу сказать, что это свежие данные, да, это данные прошлого десятилетия, но отклонение в нервно-психическом развитии детей в то время было обнаружено у 33% детей, посещающих детские сады. То есть треть детей, которые посещают детские сады, имеют какие-либо невротические нарушения. То есть огромнейшая цифра, хотя, мне кажется, на данный момент, если мы сейчас займемся подобными исследованиями, этот процент будет даже выше. Наибольшее число неврозов, по данным обращаемости, наблюдается в старшем дошкольном возрасте и младшем школьном возрасте. По данным сплошного обследования, наибольшее число неврозов появляется у детей школьного возраста. Частота неврозов у школьников возрастает по мере увеличения времени обучения. То есть сам факт обучения является уже психформирующим фактором. Как выяснилось из исследований. Частота неврозов у школьников возрастает по мере увеличения времени обучения. В возрасте 12-18 лет имеется постоянный уровень невротизма. Когда мы обследуем детей на уровень тревожности, то в данном возрасте, именно после 12 детей, но это еще частично связано с особенностями подросткового возраста, мы получаем достаточно высокий уровень личностной тревожности. Там и ситуативная тревожность, если есть психология. То есть ситуативная тревожность тоже будет иметь достаточно высокий уровень, но на первое место выходит именно личностная тревожность. В детском возрасте заметно преобладание личностного мужского пола больных неврозами. Большие показатели нервности мальчиков отмечались в возрасте 8, 9 и 12 лет. Женского пола у девочек 12 лет и старше. Причинами женской ведущей реакции на стресс будут нарушения психические, а у мальчиков соматических функций организма. Итак, этот факт, один из исследователей объясняет тем, что мальчики в связи с более высокой активностью чаще попадают в угрожающие конфликтные ситуации в отношении со сверстниками, они более агрессивны, часто подвергаются наказаниям со стороны родителей, они более болезненно воспринимают уход вследствие развода отца и семьи, или приход отчима. Отмечено так, что единственные дети в семье болеют неврозами чаще, чем дети с многодетных семей, что обусловлено дефектами воспитания, гипероперки, потакания, прихоти и так далее. Общее проявление неврозов. Общее проявление неврозов мы разделяем на две части. Это изменение поведения детей, изменение на уровне соматического здоровья детей. Итак, какую картину мы видим в поведенческих проявлениях? Это появление новых черт характера, тех, которых ранее у детей не было. Это повышенная чувствительность, частые слезы, плаксивость, даже без видимых поводов. То есть такая очень яркая и быстрая лоббильность смены настроений. Это резкие реакции на незначительные психотравмы в виде отчаяния, агрессии, то есть любое какое-либо, психотравмы тут очень громко даже звучат, любое какое-либо давление, даже воспитательных мер, которых мы оказываем ребенку, оно приводит к таким проявлениям. И это высокий уровень тревожности и ранености. Каковы же изменения на уровне соматического здоровья детей? Прежде всего мы видим на лицо это тахикардия, изменение артериального давления. Это различные нарушения дыхания, а также потливость. Особенно очень часто у таких детей мы наблюдаем потливость ладошек. Это различные расстройства пищеварения, это появление медвежьей болезни, так называемой, либо другим языком инкопрезов. Это нарушение концентрации внимания, то есть мы психологи при обследовании познавательных процессов, как правило, имеем картину. Конкретно нарушение концентрации внимания вместе со снижением памяти, как долговременной, так и кратковременной. Дети плохо реагируют на громкие звуки, яркий свет, они являются для них раздражительными. Дети плохо спят, сон тревожный, некачественный, и утром, как правило, таких детей сложно разбудить, они очень трудно раскачиваются и капризничают. Перейдем к рассмотрению непосредственного своеобразия неврозов, которые только есть. Классификаций неврозов очень много, одна из самых простых классификаций, это по их клиническому проявлению, но ни одна из классификаций полностью не описывает то многообразие неврозов, которые существуют. Поэтому я попыталась совместить все как бы в одно. И что у нас получилось? Прежде всего, это наиболее распространенный невротический страх или фобия, панические страхи перед чем-либо. В сложных случаях признаки невроза у детей это глюцинации, например, воображаемый друг или существа, это вазовегетативные нарушения, чрезмерная потливость и теремор. Это фобические проявления обычно выражены в виде особой боязни, страх смерти, болезни замкнутых пространств, праздных предметов, грязи и так далее. Зачастую дети формируют особые мысли или представления, которые противоречат принципам воспитания и морали. Эти мысли создают у них тревоги, переживания и страхи. Таким детям характерны приступы страха, паники, которые обычно бывают перед сном. При этом тогда мы наблюдаем отказ ложиться в постель, отказ спать без света. Такое состояние также бывает связано с посещением школы или детского сада. Ребенок с трудом идет в образовательное учреждение, долго собирается, капризничает, находит всякие предлоги. У таких детей мы видим часто головные боли на фоне того, если нужно идти в образовательное учреждение, истерики и так далее. В данном случае, конечно же, категорически нельзя никогда ругать ребенка, наказывать или сравнивать с другими детьми. Вот недавно видела такую картину, об этом я расскажу чуть позже. То есть, когда мало того, что ребенок переживал психотравмирующие события, так мама еще усиливала данный факт своими вот такими раздраженными проявлениями. Страхи детей в разном возрасте могут быть различными. Среди дошкольников распространены страхи оставаться одному дома, боязнь тенанаты, персонажей страшных мультиков или фильмов, или передач. Вот вчера на мне девочка проводила занятия, как раз-таки это было просто развивающее занятие, но мы проводили его по тему страхи, она и сказала, я боюсь, и начинает немного-много-много перечислять разных героев. То есть, первый вопрос, ты смотришь страшные мультики? Она говорит, да, я люблю такие мультики. А потом родители удивляют, почему ребенок ночью плохо спит, плачет и капризничает. Зачастую страхи культивируют сами родители, пугая детей, воспитание устрашающими персонажей. Вот придет баба-яга, вот не будешь ей, вот сейчас придет баба-яга. Вспомните себя, да. Зачастую такие моменты мы с вами проделывали. Итак, у младших школьников очень часто встречаются неврозы страха школы или неврозы плохих оценок. Боязнь строгих учителей старших школьников. Зачастую эти дети из-за страхов начинают прогуливать в школу. И опять, в данном моменте очень часто мы взрослые родители культивируют. Откуда появляется страх оценок, которого изначально у ребенка нет, да, когда он идет в школу. Страх оценок – это страх, который культивируем изначально мы взрослые. Проявления данного невроза могут давать плохое настроение, нежелание оставаться одному, изменение поведения в сложных ситуациях. Это может проявляться также в недержаниях мочи, в дневном энурезе и в энкопрезе. Зачастую такой невроз возникает у чувствительных домашних детей, которые имели мало опыта в общении с другими детьми. Домашние дети, которые до школы, допустим, не посещали детский сад. Дальше, в следующих разновидных неврозах – это истерическое состояние, или истерических невроз, или истерии, которые характерны для детей до 6 лет, но проявляют, имеют проявления в более старшем возрасте. Ей характерны такие проявления, как повышенная чувствительность, самовнушаемость, эгоизм, переменчивое настроение, требования, признания. Конфликт формируется на фоне высоких притязаний при несоответствии личностных возможностей детей. Очень часто мы, взрослые родители, много выходим действительно от детей. То, что мы когда-либо не реализовали, то, что когда-то мы не смогли достичь, или это борьба с нежелательными проявлениями внутри себя. Себе я не признаю, поэтому я вижу в ребенке подобные проявления, и начинаю активно с этим бороться, хотя на самом деле этих проявлений у ребенка может быть и не быть. Например, каких-то качеств личности, которые родитель не принимает. Истерия появляется и встречается в результате эгоцентрического воспитания. Разнообразными симптомами истерии являются. Это приступы аффекта, причем с мнимым удушием или истерическим кашлем. Рвоты, если ребенка наказывают и не делают того, что он желает. Это аффективно-распирасторные припадки, задержка дыхания, лжеебилептические припадки и лжепристохи, бронхиальный астма. Видите, насколько серьезные и яркие проявления. Признаки невроза у ребенка напоминают детскую истерику. Зачастую это моторные припадки, падение на пол, как и дома, так же в общественных местах. Это громкий плач или крики, удары об стену, об пол. Здесь требуется обязательно сопровождение психолога и качественное терапевтическое лечение. Детский невроз этого типа может стать хроническим и развивается из истерики, которая трансформируется из обиды за неодобренное им действие, наказание, какое-либо или запрет. Очень часто запрещаем уйтики смотреть, получаем очень яркую истерическую реакцию. В этом случае проявление припадки, сопровождающиеся криком, ревым валением на полу, покраснение лица. В тяжелых случаях, возможно, истерическая кратковременная даже слепота. Важно, что все это, самый важный фактор, что все это дети делают только в присутствии кого-либо, только в присутствии взрослых. Истерические припадки, когда ребенок остается один, сами собой пропадают. Итак, следующее состояние – это навязчивые состояния или невроз навязчивых состояний. Он может протекать в виде невроза навязчивых действий или фобического невроза, а также с наличием как фоби, так и навязчивых действий одновременно. Забоевлевание проявляется в виде постоянных опасений, навязчивых мыслей, неконтролируемых действий. Вот они, тики, подергивание глазами или заикание. Это различные движения, навязчивые движения, грызение ногтей, подергивание ногой. Вариаций различных навязчивых состояний огромное количество. Это может быть одно действие, которое периодически повторяется. Это может быть множественные навязчивые состояния, когда задействовано несколько групп мышц, например, сопение носом, подергивание руками и так далее. При нем отмечается неуверенность ребенка в себе, мынительность, присутствуют различные страхи. Дети боятся также высоты животных, разных болезней, создают себе сами нелепые различные запреты. В виде защиты дети начинают выполнять навязчивые действия, потирание рук, хлопание, подпрыгивание и так далее. Видите, да, картиночка, где ребеночек часто моет руки, да, и вот это ощущение грязи на руках, оно не проходит у ребенка, да, и заставляет все вновь и вновь проделывать одно и то же действие. Навязчивые действия, непроизвольные движения, которые возникают при эмоциональном напряжении, вопреки желанию ребенка. Это может быть мигание, моргание, морщим нос, драгиваем, притопываем ногой, покашливаем и так далее. Такие неврозы у детей и подростков требуют обязательной консультации у врача-невролога, потому что тут просто психотерапевтическими действиями мы можем не обойтись. Хотя, да, устранить причину, как правило, проявления подобные, они, может быть, нивелируются, но до конца они могут не пройти или возникать через определенное количество времени, когда ребенок попадает в какую-либо травматичную ситуацию. Это различные депрессивные. Следующий вид – это депрессивные состояния. Проявляются в виде подавленного настроения со зливостью, отстраненностью от окружающих, медлительностью. Ребенок стремится постоянно быть в одиночестве. В таких случаях обязательно требуется, опять-таки, терапевтическое лечение. Невроз у детей часто сопровождается такими депрессивными состояниями, ведет к заниженной самооценке, чувстве неполноценности и к суицидальным мыслям. Для малышей как раз-таки, да, если вот мы сейчас будем смотреть частоту проявлений и возраст проявлений, вот для малышей данный невроз, конечно же, не свойственен. Чаще всего подобные депрессивные состояния появляются уже в подростковых и более старших возрастах. Могут также снижаться физическая активность при этом, возникает бессонница, ухудшается аппетит. Мимика у таких детей, как правило, неврозительна. Такие вот опущенные уголки глаз, опущенные губы, вот такое вот сниженное состояние. Такое состояние требует, конечно же, особого внимания, так как может привести к не очень хорошим посредствиям. Следующий вид неврозов – это ипохондрия, которая встречается абсолютно у всех возрастов, не имеет никаких ограничений. Это невроз, симптомы и лечения детей имеют аналогичные, чем у взрослых. Проявляется в постоянном опасении за свое здоровье. Естественно, что такие невротические, что именно ипохондрия навязана, грубо сказать, да, навязана, но именно действиями взрослых. Мама кидается по любому поводу, ребеночек упал, ударился в более раннем возрасте, кидаются за голову, поднялась небольшая температура, все, это уже трагическое событие. Таким образом, данный страх о своем здоровье постепенно культивируется и у ребеночка. Так, для малыша чаще всего сопровождается такое состояние маниакальными соблюдениями чистоты, частыми обращениями к доктору. Часто возникает среди подростков именно с мнительным характером, не только среди подростков с мнительным характером, но и при тревожно-мнительном стиле воспитания со стороны родителей. Такие дети выискивают у себя симптомы всех заболеваний, всех болезней, они пролазят в медицинские справочники, все у себя находят и, соответственно, начинают по каждому из таких поводов переживать. Следующий вид – это неврастения, его еще называют астеническим неврозом, проявляется в виде нарушения эмоциональной реакции. Основной ее синдром – это раздражительная слабость. Такие дети плачут по поводу и без повода, потом, конечно же, раскаиваются. Они могут быть вялыми, неактивными, особенно к концу дня у них резко снижается тонус, как эмоциональный, так и физический. Для неврастений характерны нарушения сна, ночные строки, во время проявления которых очищается сердцебиение, начинается дрожь, бледнеет или краснеет кожа. Неврастения возникают чаще всего у школьников в результате чрезмерных нагрузок самой школы или избытки дополнительных кружков. Мы всегда, работая с родителями и выступая на собраниях, с целью профилактики, говорят, ну, соизмеряйте возможности ребенка и свои амбиции, потому что ребенок, и тем более учитывая возрастную динамику, может не все. Но у нас как? Нам нужно заниматься английским музыкой, танцем, рисованием, еще чем-то. Все это является огромной нагрузкой на не спормировавшуюся нервную систему ребенка. Соответственно, единственная реакция, которой он может отреагировать, это невротические проявления и, в частности, неврастения. Следующий вид – это невротические расстройства сна. Они чаще всего возникают и проявляются тем, что дети плохо засыпают, их сон неспокойный, они вскрикивают, от этого часто просыпаются. Встречаются признаки и случаи лунатизма. Или, другими словами, он еще первый раз услышал такой термин, как «сноговорение». Самонамбулизм или лунатизм изменяется. Невротические расстройства сна могут возникать в виде долга и трудного засыпания, беспокойного и тревожного сна с частными недосыпаниями, наличием кошмаров и ночных страхов, разговорами во сне и хождением по ночам. Прежде всего, это связано с особенностями работы нервной системы, зачастую у детей бывает в возрасте 4-5 лет, но на утро дети, как правило, ничего не помнят. Следующий вид – это невротические тики. Невротический стик – это условно-рефлекторное закрепившееся движение. В данном случае это непроизвольные подергивания, чаще возникают у мальчиков, запуская как психологическими факторами, так и наличием определенных заболеваний. Их следует отличать от тех, которые встречаются при органических поражениях главного мозга. Невротический тик характеризуется последовательностью сокращения отдельных групп мышц, напоминают защитные движения. Они бывают как респираторными, которые возникают после перенесенной респираторной инфекции, как покашливание, втягивание носом, кмыканье. Зачастую начинаются после каких-либо заболеваний, закрепляются, и в дальнейшем такие проявления, их количество возрастает. Изначально оправданные действия на неблагоприятном фоне, затем закрепляются, как уже навязчивые. При болезнях глаз могут закрепляться привычки к миганию, морганию, потиранию глаз. При простудных и воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей могут закрепляться, как я уже сказала, шмаганин, носом, покашливанием. Они обычно проявляются в возрасте 5 лет и после 5-летнего возраста. Такие тиги, множественные тиги затрагивают лицевые мышцы, шею, верхние конечности, могут быть со стороны дыхательной системы, сочетаться с надержанием мочи и заиканием. Такие повторяющиеся однотипные действия могут вставать ребенку в дискомфорт, но чаще всего они становятся привычными, и ребенок их на самом деле не замечает. И вот тут самая большая опасность, потому что именно невротические тиги раздражают нас взрослых. Мы видим, что ребенок моргает глазами или сопит носом. Что мы делаем? Перестань, прекрати, не делай этого больше. Вот этих слов при тигах быть не должно. Почему? Потому что они не контролируемы ребенку. Как только ребенок начинает себя контролировать и обращать на данные тики внимание и сдерживать их, то данная симптоматика проявляется еще больше. То есть сдержать осознанно невротические тики ребенок не может. Поэтому, как бы нас это не раздражало, но вот эти слова, если вы у кого-то из детей наблюдаете невротический тик, нужно из лексикона своего убрать. Следующий вид невроза, это логоневроз или невротическое заикание. Этой формой невроза чаще страдают мальчики до 5 лет в период активного восстановления речи. Причина этого обычно кроется в психологической травме. Невротическое заикание, нарушение ритмичности, плавности речи развивается в результате супер-мышц, которые участвуют в акте речи. Этот симптом невроза возникает в 3-4 года на фоне какой-либо психологической травмы. Итак, логоневроз или невротическое заболевание, сразу смотрите, и мы когда консультируем, как правило, его причина, и мы всегда ее выискиваем в той психологической травме, которая была изначально. Чтобы устранить эту травму, только мы начинаем работать с ребенком в том или ином направлении, смотря на какого рода данная травма была. Итак, это могут быть испуг или сильные впечатления даже от чего-либо. Могут быть причинами перегрузки информации, а также насильственное информирование родителями, развитие речи и общего развития детей. У нас родителям нужно, чтобы дети заговорили сразу, четко и многое. И у нас начинают учить, заставляют говорить. Хотя в ряде случаев мы говорим, стоп, есть возраст 5 лет. До 5 лет ребенок должен выговориться. И до 5 лет наши логопеды не занимаются становлением речи. Потому что до 5 лет речь может появиться и сформироваться самостоятельно. А вот если этого не происходит, только после 5 лет логопеды ведут какую-либо коррекционную работу. Следующий вид – это невротический НРС. Это неосознанное ночное недержание мочи у детей. Хотя встречается и дневной НРС. Но именно как невротическую форму мы рассматриваем ночное недержание мочи. Оно возникает на фоне наследственной или предрасположенной предрасположенности к данному заболеванию. И развивается на почве психологических расстройств. Недержание мочи, которое возникает под влиянием психической травмы, на резком изменении образа жизни. Такое очень часто встречается. И мы, кто работает в дошкольных образовательных учреждениях, это видим, детки поступают в детский сад. И первичная их реакция – это появление недержания мочи во время сна. В этом случае симптоматика зависит от обстановки, конечно же, вокруг ребенка. Чем более благоприятная обстановка дома, то есть родители ребеночка поддерживают. Никаких наказаний в этом случае быть, конечно же, не может. Чем теплее, эмоционально теплее ситуация вокруг ребенка, тем данная симптоматика сама уходит по мере того, как, допустим, если это связано с детским садом, ребенок адаптируется в условиях. Обратите внимание, что в некоторых случаях у НУРС, у детей, сопровождается инкопрезом, недержанием кала функционального характера. Иногда это единственные симптомы невроза, которые развиваются чаще всего, развиваются чаще по типу истерических реакций. И, конечно же, данный вид требует именно особого лечения. Следующий вид – это нервная анорексия. На самом деле нервная анорексия встречается очень часто, только зачастую она не рассматривается как невроз. В чем его проявление? Это нарушение аппетита в детском возрасте, частое явление у дошкольников и у подростков. Обычно причинами являются перекормы или насильственные кормления, совпадение приемов пищи со скандалами и ссорами в семье или при сильном стрессе. Первичная анорексия – признаки возникают у физического здорового ребенка из-за нарушения режима питания, а вот вторичная – спровоцирована нарушениями в работе пищеварения и других систем. Основные причины – причина развития первичной анорексии. Прежде всего, это несублюдение режима принятия пищи, выработка пищевого рефлекса у детей, кормление по часам. Это перебивание аппетита, когда перетупить голод или снизить возбудимость голода пищеварения какими-то либо прикормами дополнительными. Это однообразное меню, когда теряется интерес к еде. Это перекармливание. Возможно, малыш просто не успевает проголодаться, его пичкует опять, тем самым вырабатывая именно нервную анорексию. Однако чаще в раннем возрасте у детей чаще развиваются симптомы нервной анорексии, спровоцированные именно насильственной кормушкой. Дети дошкольного возраста также могут страдать данным видом невротического проявления. Сначала они выглядят, как правило, вполне нормально. И родители редко замечают изменения на первых стадиях заболевания. Постепенно начинают проявляться признаки недоедания. Кружится голова, зуби кожи, мучают запоры. Потом внезапно выясняется, что ребенок уже давно искусственно вызывает, допустим, у себя рвоту дома или в детском саду. Он постоянно голоден, но по каким-либо причинам не может есть. Такого ребенка мы наблюдали в своем образовательном учреждении. Там особенно часто подобные проявления у него были в первой половине дня. Это завтрак и обед, потому что ужин проходил более спокойно. Постепенно мы тоже сразу этого не заметили. Ребенок потерял вес, если ребенок похудел, а потом воспитатели стали замечать все более часто повторяющиеся случаи рвоты после еды. Итак, нервная анорексия у подростков, школьников, в основном у девочек, чаще сформирована современными ценностями, которые повсюду пропагандируются, внешности моделей. У детей школьного возраста, больных анорексией, наблюдается стойкий симптом нарушения пищевого рефлекса. Иногда сила отрицательного рефлекса бывает настолько мощной, что даже пройдя лечение, ребенок не ощущает аппетита. В целом при анорексии ребенок может отказаться от любой пищи. Как от любой пищи, так же от некоторых ее видов, даже если он раньше это и любил. Ребенок длительно живет, не глотает пищу, крайне мнительно относится к содержимому тарелки вплоть до рвотного рефлекса. При этом на фоне плохого питания выражено изменение настроения, каприза с столом, плач и истерики. Конечно же возникает вопрос, почему же возникают детские неврозы, какова же их причина. И малыши дошкольного возраста, и школьники-подростки обладают особо ранимой нервной системой в силу того, что она еще полностью не сформирована и не зрела, имеют мало жизненного опыта в стрессовых ситуациях и не могут адекватно точно выразить свои эмоции. Некоторые родители из-за занятости и прочих факторов просто зачастую не обращают внимания на проявление нервных расстройств, обращают внимание только тогда, когда уже появляется острая какая-либо форма. Невроз может сформироваться под воздействием как одного фактора. Как правило, это очень яркая психотравмирующая ситуация для ребенка, такие как война, пожар, переезды, аварии, разводы родителей. Развод родителей в том случае, когда до этого в семье существовали очень крепкие отношения, и тут вдруг, например, чаще всего отец уходит из семьи. Чаще всего к развитию невроза вызвано одновременно сочетаниями нескольких факторов. Прежде всего, это предрасположенность нервной системы. Предрасположенность нервной системы не является фактором возникновения невроза. Предрасположенность нервной системы это благоприятная почва, на которую ложатся либо психотравмирующая ситуация, но она должна быть, если семья благополучная и ребенок развивается в благополучной эмоциональной сфере, то данная психотравмирующая ситуация должна быть очень яркая или чаще всего это детско-родительские отношения. Работая с неврозами, кто с этим сталкивался, мы видим, что чаще всего именно детско-родительские отношения приводят к появлению невротических расстройств. Пусковыми механизмами невроза могут служить как принесенные заболевания или часто ослабленные дети соматическими заболеваниями имеют проявление невротического плана. Это частое недосыпание, вообще нарушение сна. Это касается и также нас взрослых. Это напряжение физическое или психическое. Большой переизбыток информации или постоянное давление, которое ребенок испытывает. И тяжелые отношения в семье. Итак, в процессе причин развития детских неврозов большое значение оказывают такие факторы. Пол и возраст ребенка. Более подробно мы сейчас об этом проговорим. Это семейный анамнез и наследственность, например, таких форм невроза, как тики или энурезы. Там наследственность играет большую роль. Это особенности и традиции воспитания в семье. Это перенесенные ребенком заболевания, их длительность и тяжесть. Это значительные нагрузки физического и эмоционального характера. И, как я уже сказала, это недостаток сна. Кто более подвержен проблемам? На основании ряда исследований неврозов у детей можно говорить о группе риска по данным, по разным факторам. Так считается, что наиболее подвержены невротическим расстройствам дети в возрасте от 2 до 5 лет и дети в возрасте 7 лет. Дети, имеющие ярко выраженную я-позицию, от которой они не отступают. Это ослабленные соматические дети. Дети, находящиеся в сложной жизненной ситуации. Это единственные дети в семье. А также, если мы говорим и о многодетных, и о семье, где есть несколько детей, именно старшие дети чаще всего подвержены неврозам. Итак, дети с неврозами часто единственные дети в семье и в их воспитании наблюдается больше отклонений, чем при наличии нескольких детей. Единственных детей достоверно больше в семье больных именно неврастении или истерическим неврозом, а также неврозами страха. Максимальные различия в этом отношении доблюдаются у мальчиков больных неврастении и истерическим неврозом, что объясняется характерностью для них и завышением уровня притязаний со стороны родителей. Если в семье несколько детей и один из них болен неврозом, то чаще всего это самый старший ребенок. По данным литературы, большая опасность невротизации отводится именно первенцу в семье, у которого более низкая адаптация, чем у последующих детей, и первенцы более зависимы и внушаемы, а также подвержены боязни утраты родительского внимания, особенно в тот момент, когда появляются второй, третий и дальнейшие дети. Значенным для изучения проблемы будут желанность и нежеланность одного их детей из-за отсутствия или избытка любви к нему, а также принятие каких-либо черт и его характера. Вот на самом деле, как и отсутствие любви, также и перезбыток любви имеют одно и то же проявление. Итак, заметим, что невроз может возникнуть как у старших, желанных мальчиков в семье при требовательных принципиальном отношении к родителям, так и у младших, нежелательных мальчиков в условии чрезмерной опеки. Вообще, чрезмерная опека, наверное, один из самых неблагоприятных во всех отношениях типов воспитания. Проблемная ситуация возникает также, когда в семье рождается вторая девочка. Переживая менее травматичные события, чем появление второго мальчика, родители, тем не менее, относятся к младшей дочери, подчеркнуто требовательно, как следовало бы в их представлении относиться к мальчику. Низк составляет исключение ситуации, когда озабоченные своим здоровьем и уставшие от стрессов родители опасаются иметь еще детей из-за риска дальнейшего повышения нервно-тихнического напряжения. Тогда случайное появление второго ребенка воспринимается как обозвание, что усложняющее такое детей становится то, что называется козлом отпущения, на которого сваливаются все проблемы родителей. Наиболее патогенной оказывается ситуация, когда доминирующая в семье мать полностью удовлетворенная похожая, допустим, на нее дочерью и не стремится больше иметь детей. Случайная беременность почему не заканчивается абортом, потому что только отец на этом настаивает. Появляющийся мальчик, если он тем более походит на отца и встречает больше эмоциональное напряжение в виде недостатка внимания, чуткости и любви, обладая неблагоприятными чертами характера, она излишне формально строго относится или деспотично относится к ребенку. То есть ребенок становится то, о чем я сказала, просто козлом отпущения. Последний чрезмерно отец занят, не может также своему ребенку уделить достаточного внимания и любви, тем самым ребенок формирует такой заморж. Соответственно, у такого ребенка появляется огромное количество страхов, высока вероятность появления энурезов и психосоматических расстройств. Нежеланность рождения ребенка, точнее, преждевременное его рождение, раннее появление, вот он, первенец в семье, такое часто бывает у еще нереализованных родителей, когда они пытаются себя реализовать, а ребенок уже становится в этот момент обузой. в целом самым значимым фактором увеличения сегодня неврозов у детей является рост числа патологии беременности и родов, при которых возникает много различные проявления, такие как гипоксия нервных тканей плода. Итак, рассмотрим с вами несколько таких биологических моментов, почему я уже сказала, что это благоприятная почва для развития неврозов. Конечно, мы это учим. Если такие моменты есть, биологические факторы, то, конечно же, на первое место выступает медикаментозное лечение ребенка, помимо психотерапевтической работы. Итак, рассмотрим ряд факторов. Прежде всего, это антинатальный патогенный фактор, антинатальный период, это весь период беременности. Что здесь выходит на первое место? Это неблагоприятная семейная обстановка до наступления беременности, в основном из-за неуверенности в прочности брака. Это эмоциональный стресс во время беременности, если мама очень часто переживает по разным поводам. Фактически, частота стресса при беременности будет выше, если учитывать отрицательные отношения у некоторых, еще не подготовленных к рождению и ориентированных на исполнение профессиональных обязанностей женщины. Итак, в большей степени антинатальные патогенные факторы выражены в семьях это перинатальный период, перинатальный период с 22 недели внутриутробного развития до 7 день включительно внеутробной жизни ребенка, то есть после рождения. Какие факторы здесь являются? Это прежде всего преждевременные родины, выраженная слабость родовой деятельности, это внутриутробная гипоксия, что связано с слабостью и усталостью новорожденного. Это возраст родителей, наиболее молодые матери и отцы приводят к развитию у детей неврозов теней и наиболее пожилые именно отцы это формирование у детей неврозов страха. Молодые родители обычно более резкие и нетерпеливые в своих требованиях, часто физически наказывают детей, чем старшие по возрасту. У них более беспокойное и опекающее отношение к детям. Видите, оказывается и возраст особенно отца тоже в формировании неврозов играя немаленькое значение. И постнатальные патогенные факторы это послеродовой период. Что здесь? Это проблема грудного вскармливания, это стресс возникающий после родов, проявляется заторможенность матери, когда материнский инстинкт неярко выражен, даже некоторое отторжение своего ребенка. Это ведущая причина стресса в каждой второй семье, конечно же, конфликтное отношение с мужем. Грудной ребенок легко принимает беспокойство матери, отвечая с рыгиванием, криком, беспокойным сном, снежным аппетитом. В максимальной мере стресс представлен у матерей детей с неврозом страха. Достаточно часто встречается и беспокойство матери в отношениях с детьми. Она достоверно чаще выше в норме, особенно в отношении дочерей. Вот эти факторы, когда мы начинаем работать с родителем, когда мы понимаем, что проблема, по которой мы обратились, это невроз, мы начинаем собирать анамн, чтобы выявить те или иные неблагоприятные факторы в развитии. И вот эти три периода, про которые я сейчас проговорила, мы обязательно должны с вами проговорить и выяснить, были ли те или иные факторы. Далее, что мы еще обязательно будем выделять? Это все биологические нарушения периода беременности, и те последствия, которые имеет ребенок. Прежде всего, это невропатия. В настоящем она квалифицируется как аномалия нервно-психического развития, эти логически связанные либо с генетическими факторами, либо с экзогенными воздействиями во внутриутробном периоде. В основе невропатии лежит функциональная недостаточность вегетативной регуляции. В генезе невропатии определенную роль играет переживание матери во время беременности. невропатии в наших наблюдениях расценивается как общая нервная ослабленность конституционально- антинатального плана. Можно выделить следующие ее признаки. Это повышенная нервная чувствительность в виде склонности к проявлению аффекта, эмоциональных расстройств и беспокойства. Это нервная ослабленность в виде общей невыносливости, легкой утомляемости в условиях повышенной нервно-психической нагрузки, а также при шуме, это нарушение сна, поверхностные чутки, беспокойные или чрезмерно глубокие сон. Это ранний отказ от дневного сна примерно в 2-3 года. И различные вегетисосудистые дистонии в результате дисфункции высших вегетативных центров. Невропатия это неврологический диагноз и невропатия является благотворной почвой для развития невроза. Но сама невропатия не является источником непосредственно самого невроза. Сюда же относят проявления соматической ослабленности вследствие снижения реактивности организма и его защитных иммунных сил, то есть часто болеющие вегетия. Это диатеза как проявления нарушения обмена веществ и аллергии. Также наблюдается пониженное питание, бледность, повышенная или пониженная масса тела и снижение аппетита в целом. Это психомоторные конституционально обусловленные нарушения типа энерезов, тиков заиканий. У девочек невропатия достоверно чаще преобладает при неврозе страха. У мальчиков при истерическом неврозе. Итак, еще расскажу, что невропатия не рассматривает как причина невроза. Это как предрасполагающий фактор, на фоне которого могут возникать и высока вероятность появления невроза. И основная патогенная роль заключается в болезненном изменении реактивности организма, ослабленности его защитных сил и активных возможностей. Тогда, когда на какую-либо реакцию организм мог бы сработать как защитное благополучно, то при ослабленной нервной системе соответственно реакция будет в виде невротических нарушений. Далее. Это резидуально-церебральная органическая недостаточность. Данный термин используется для обозначения патологии, имевшей место в период беременности и в первые два года жизни. В период беременности как последствия частичная слойки плаценты и выраженной недоношенности асфиксии в родах и внутричерепной травме и постнатально это различные сепсисы, церебральное осложнение, инфекции, тяжелые ушибы, сотрясение мозга. В целом, данная патология встречается у 8,5 это 8,5 детей с неврозами. То есть не часто выражено. Риск органических повреждений также более высок у поздно родящих женщин. Чем больше возраст матери детей, тем вообще появление различных патологий, не только подобного образа резко возрастает. В отличие от невропатина, которая оказывает существенное влияние стресс матери во время беременности, при органической патологии достоверно значимой оказывается нежеланность появления ребенка. А беременности, как правило, узнают случайно, не следят за ней и нередко пытаются прервать ее. Риск органических повреждений также более высок, еще раз говорю, поздно родящих женщин. Следующий фактор, который необходимо учитывать, это дезонтогенезы, нарушение развития психики в целом или ее отдельных составляющих, нарушение темпов и сроков развития отдельных сфер психики, а также компонентов. То есть, это прежде всего проявление несоразмерности развития темпа созревания психических и психических функций. Тем самым это все приводит также к ослаблению нервной системы и организм просто не может адекватно отреагировать на те или иные стрессовые факторы. Все более подробно представлено на слайде, я думаю, вы это все успели просмотреть. Также необходимо учитывать прежде всего проблемы адаптации. Мы о них уже сказали, еще раз проговорим. Это пребывание в яслях и разлука с матерью, особенно на ранних этапах. Это госпитализация первые годы жизни. С такими проявлениями я тоже сталкивалась, не могу сказать честно, несколько раз о своей практике, когда вследствие того, что ребенок вследствие серьезных заболеваний в раннем возрасте помещался неоднократно в больницу, особенно в ранних возрастах. Ребенок был один в больнице, без присутствия. Мама не могла по тем или иным причинам. И в дальнейшем невротические проявления и невротические реакции у таких детей достаточно серьезные. А также раннее помещение детей в санаторий. все-таки с какими мы благими бы намерениями не старались заботиться о здоровье ребенка, но помещать детей в санаторий, например, до школьного возраста я бы не советовала и оставляя детей одних. Потому что это та же самая разлука с матерью, которая переживается очень легко. И на первое место, как мы уже когда говорим об определении неврозов, у нас выходит психическая травма. Итак, это главная причина появления невротических расстройств. Психотравма, изменение сознания ребенка из-за каких-либо событий, которые его сильно беспокоят, подавляют или угнетают, влияют крайне отрицательно. Психическая травма это внешний раздражитель, оказывающий патогенное болезненное воздействие на инвелигиды. Травма может быть как ситуативная, это неожиданный испуг ребенка, на собак и залаливают. Это острые межличностные конфликты ребенка в семье и в школе, то есть это не затянувшиеся конфликты, а какая-то разовая ситуация, которую ребенок воспринимает травматично. И пролонгированные, то есть длительное психотравмирующее воздействие, это психологическое насилие в семье, когда оно регулярно повторяется на протяжении длительного времени. Это конфликтные семейные отношения, а также непринятие одним из родителей ребенка по тем или иным причинам. Наиболее патогенное влияние на личность ребенка оказывает как раз-таки не острые психические травмы, а вот длительные, пролонгированные, хронические. Они откладывают более тяжелый отпечаток и в этом случае на самом деле тяжелее работать не с самим ребенком, а именно с родителем, потому что, как правило, родители не принимают, что оказывается невроза ребенка появился вследствие их конфликтных отношений в семье. Итак, психотравмы, которые получены в детстве, даже если невроз прошел, конечно же, будут оставлять, если не было проведено глубокой работы психотерапевтической, конечно, они могут оставлять отпечаток на нашу взрослую жизнь и чаще всего в виде фобий, в виде различных страхов. Вспомните себя. Страх пережития в детстве, если он не был проработан очень часто, очень часто у нас у взрослых остаются и во взрослом виде, а также страхи, если болезни, заболевания, если он появился, то, как правило, он у нас сохраняется и на взрослую жизнь. Патогенные влияния оказывают не столько сами внешние раздражители, сколько их личная значимость для ребенка, потому что раздражители могут быть одинаковые, например, в двух разных случаях, но из-за особенности характера, из-за особенности семейной ситуации, для одного ребенка этих факторов окажется достаточно, чтобы появился невроз, а для другого ребенка это не является столь большим раздражительным фактором. Итак, если в целом все, что мы сказали, можно рассмотреть, то мы все факторы разложим на три больших группы. Прежде всего, это биологические. Про биологические факторы мы уже сказали, сюда же мы добавим с вами генетические факторы, это наследственные факторы, которые играют важную роль в формировании индивидуально-тифологической характеристики личности, однако их далеко недостаточно еще для возникновения нарушений. То есть, все биологические проблемы это только благодатная почва для появления невроза. Это соматическая ослабленность в следствии чащих заболеваний, а также отягощенные биологические факторы перекус натальный период, о чем мы уже с вами проговорили. Дальше, следующая группа факторов это психологические факторы. И вообще в рассмотрении, в изучении неврозов огромную роль имел Александр Иванович Захаров. И кто занимается неврозами, я думаю, данная фамилия о многом говорит, потому что очень много таких основополагающих работ именно у него. И наверное, это основной ученый, который в нашей стране так глубоко занимался именно детскими неврозами. Итак, вторым антиологическим фактором детских неврозов являются переневротическая пакция характерологические особенности личности. Прежде всего, это особенности личности, особенно характера и типы темперамента. Виды и свойства личности, которые предполагают высокую вероятность появления невроза у ребенка. Прежде всего, это сенситивность, это эмоциональная чувствительность и ранимость. Эмоциональность проявляется в виде повышенной восприимчивости к радостям и печали. причем эмоциональная окраска эмоций в этом плане не имеет значения, положительная она или отрицательная, появляется в виде повышенной восприимчивости к радостям и печалям настроения окружающих лиц. Это создает чувствительность как всякого рода проблемным отношениям. Это непосредственность или наивность. Эти дети наивны, бесхитростны, им чужды ложь и лицемерие. Эта впечатлительность как проявление эмоциональной памяти способствует фиксации каких-либо ярких событий и моментов. Впечатлительность в свое время как патология уходит в мнительность. Об этом мы уже говорили, выраженность чувства «я». Заключается прежде всего в раннем осознании отличие себя от окружающих, почерпленном чувстве собственного достоинства, выраженной потребности в самоутверждении. Такие яркие дети, которые имеют свою точку зрения, переубедить, как правило, их достаточно сложно. Тем самым такие дети, как правило, подвергаются большому количеству давлений в семье, в школе. Ну, соответственно, у них больше вероятность появления каких-либо невротических частей. Это импрессивность, то есть внутренний тип переработки информации. Это такие дети замкнутые в себе, которые вовне, как правило, свои эмоции не выносят. Они все внутри переживают, не проговаривая, соответственно, накапливаются. Накапливаются все какие-то, если появляются негативные моменты и черты, и ответная реакция на все это накопление является невротическое расстройство. Это беззащитность. Как антипод агрессивности, она звучит главным образом в общении со сверстниками, когда ребенок не может защитить себя или дать отпор, или дать вдачу. Следующее, как ни странно, это гуманистическая направленность формирований личности. Представляет комплекс таких характеристик, как честность, дружелюбие, сострадание, жалостливость, чувство долга, вины. Вот оно, чувство долга и вины, когда ребенок за каждую ситуацию и переживает, который старается соответствовать всем групповым и социально приемлемым стандартам и нормам. То есть положительный фактор, но не всегда он играет настолько хорошо для детей. Достаточно подробно изучены личные особенности детей и предрасполагающие к возникновению невротических страхов. Это неуверенность в себе, тревожность и несамостоятельность. Об этом сегодня мы подробно с вами не рассматриваем. Дальше. Есть такой большой-большой-большой камень предкновения в формировании развития детей и такое качество, как упрямство. Именно упрямые дети, упрямство возникает в возрасте от полутора до трех лет. Дальше. Психологическая основа и происхождение упрямства будет формирующее чувство «я». То есть это в дальнейшем такие дети со своим чувством «я». Матери упрямых мальчиков и девочек обладают, как правило, повышенной вспыльчивостью и раздражительностью. Родители неосознанно проецируют свои личностные проблемы на детей и сами же аффективно на них реагируют. Вот он, замкнутый круг. Это нарастающее ответственное напряжение детей, которые не находят выхода и способствуют развитию фазовых нейротических состояний. И еще более осложняются отношения с родителями. Теперь уже родители начинают жаловаться на своих детей, на их упрямство. Опять-таки провоцируя это упрямство, родители, как правило, не способны встать на другую позицию. Потому что зачем его добивать? Говорить ребенке я не буду. Ну зачем вы добиваетесь? Ну пойдите, вы же взрослые люди, пойдите хитрее, обойдите. Как правило, такие родители не способны на такие, ну скажем так, нельзя говорить, манипуляции воспитания. Захаров также описывает и свойства личности, присущие членам семьи детей с неврозами. Когда мы ведем второй фактор в работе с обследованием детей, мы еще обследуем обязательно типы семейного воспитания, а также те нарушения, которые существуют. Как правило, родители мы выявляем это сензитивность, возбудимость, манительность и, еще раз повторяю, тревожно-мнительный тип воспитания. Сензитивность, эмоциональная лоббильность, тревожность, гиперсоциальность и ригидность. Именно данные факторы, психологические особенности личности родителей, вот такие особенности личности, они очень часто и провоцируют появление невроза в дальнейшем у своих собственных детей. Итак, следующая группа факторов это социально-психологические факторы. Есть такая фраза, я не стала ее употреблять, но вот в качестве неврозов она является правдивой, что больные дети – это наследство больных родителей. Третьим этиологическим фактором, предрасполагающим ребенка к неврозу, является дисгармония семейных отношений. Она является основным патогеном фактора эмоционального неблагополучия ребенка. Она проявляется в конфликтных отношениях между супругами и прародителями внестабильности. Еще один фактор предрасполагающих неврозов – это неадекватность родительских установок, а также дисгармоничность или семейного воспитания. Многочисленные исследования зарубежных и отечественных авторов показали акцентирующее влияние среды как фактор эмоционального неблагополучия в детском возрасте, особенно в семье. И вот высказывание Карла Агустова Юнга, это, кстати, является в противовес мнению Фрейда его теории развития невроза, что симптомы нарушения у ребенка являются показателем не его собственного конфликта, о чем говорит Фрейд, а конфликта членов его семьи. И прежде всего, на первое место выходят семьи, это несостоятельные родители, это различные неблагополучные по разным показателям семьи, это незрелые семьи, как правило, молодые, это нарушение принципов эффективного семейного воспитания, а также инфантильные родители. Каковы же ошибки семейного воспитания, которые ведут к неблагополучию в психическом развитии ребенка? Исследователь, опять-таки, мы обращаемся к Захару в качестве психотравмирующих ситуаций в течение первых двух лет жизни, способствующую развитию невроза, называет частичное или полное отлучение от матери. Видите, вот несколько раз мы к этому возвращаемся. То есть это передача ребенка на воспитание нями, родственникам помещения в ясли, стационар, неуверенность матери, прочности брака, незреленность материнских чувств. Второй фактор – это приявление ребенка чрезмерных завышенных требований. Проявляется оно в отсутствии материнской заботы, внимания, ласки, нежности, раздраженной нетерпеливом отношении к детям, частым угрозам, физическими наказаниями, крики ребенка, а также в постоянном сравнении его с другими детьми. Далее. Сюда же особо негативные модели воспитания. Вот более подробные подобные модели мы рассмотрим с вами в следующем семинаре. Сейчас мы их только назовем. Почему? Мы будем говорить с вами о консультировании семей. И вот как раз-таки там, когда я буду говорить о процессе консультирования, мы более подробно рассмотрим, потому что консультирование и вязанность к семье, они очень тесно взаимосвязаны. И на примере уже определенных методик мы будем говорить о тех нарушениях, которых мы можем выявить по тем или иным методикам. Итак, это модель неприятия подсознательного нежелания воспитывать ребенка. Например, так вот бывает, когда хотели мальчика, родилась друг девочка. Это модель гиперопеки. Одна из самых неблагоприятных моделей. То есть опекая и опекая ребенка, создавая для него такое кока, мы делаем на самом деле благими намерениями, вымощена дорога в ад. Плюс мы и лучше для своего ребенка не делаем. То есть развитие нежелания учить ребенка самостоятельность и построение отношений в коллективе. Это авторитарная модель с требованиями постоянного подчинения старшим, принятием решений вместо ребенка и не учитывая его мнения. Эта модель, извиняюсь, да, вот у меня опять попало, видно, что-то неправильно я сделала. Там гипоопеки, то есть мнимой опеки. Когда внешне, да, я забочусь о ребенке, я, ребенок мой имеет все, что только возможно, но опека только заканчивается на уровне материальной заботы о ребенке, а эмоционального близости, эмоционального контакта в этот момент на самом деле отсутствует. Это модель вседозволенности с полным решением ребенка контроля и помещений от родителей с отсутствием каких-либо норм и порядков внутри семьи и коллектива. Идем дальше. Грубой родительской ошибкой в семейном воспитании также является условная любовь. Если ты будешь хорошим мальчиком, то я буду тебя любить. Или не жди от меня ничего хорошего, пока не сделаешь уроки. К развитию истерического невроза приводит также несогласованный подход к воспитанию, который проявляется в контрастном сочетании строгих ограничений и запретов у одного из родителей, а также потакание со стороны другого родителя. Мама запретила, тоже ребенок пошел к папе, папа все разрешил. И ребенок, зная, как можно варьировать, постоянно-постоянно манипулирует родителями. Современные психологи считают, что для нормального психического развития детей и, естественно, на семье, конечно же, нужна ласковая, жалеющая, любящая мать-жена, которая связывает с чувствами, которую поддерживает сильный духом отец-муж, который воплощает в себе разум, долг и ответственность. Отказ от выполнения своих мужских и женских отцовских материнских ролей также препятствует нормальному развитию ребенка. Страшное явление представляет собой собственническая, такая деспотичная мать. Такая женщина-мать является главой семьи. Она лишена чуткости, ласковости, она авторитарная, вспыльчивая. Такая женщина-мать, как правило, убивает своих домочастов в чувство собственного достоинства. Она руководит всеми, она давляет над всеми, не считаясь с мнениями других. Неврозом расплачиваются дети за амбиции своих родителей, пытаясь воплотить в жизнь собственные несбывшиеся мечты и желания или упущенные возможности. Об этом я уже ранее поговорила. То есть всегда думайте, является ли желание заниматься ребенком тем или иным, допустим, видом спорта или тем же самым английским языком, желанием ребенка, или это желание родителей, как зачастую и получается, заставляя заниматься тем-то, 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 тем-то. Подобные навязывания у ребенка, конечно же, вызывают очень яркое сопротивление. И следующее – это различные родительские директивы, которые внушаются ребенку. На самом деле, директивы – это очень частые явления, которые мы можем с вами встретить, например, в процессе консультирования. И те фразы, которые я, да, вы видите, я их вынесла, мы очень часто слышим от родителей. И потом это все откладывает, естественно, отпечаток на всю нашу взрослую жизнь. Далее. Как мы уже сказали, чаще всего неврозы формируются при сочетании влияния сразу нескольких факторов. И детский невроз вряд ли разовьется у ребенка из благополучной семьи, даже после сильного страха или испуга. Родители в такой обычной ситуации помогают быстро справиться с проблемами без расстройства нервной системы. Особенности характера ребенка – это дети с ярко выраженной эмоциональностью, чувствительностью. Это дети с лидерскими качествами. Это ослабленные, часто болеющие дети. Если в семьях не обеспечивают потребности ребенка в родительской любви, эмоциональном принятии, это может привести к формированию девиантного поведения в подростковом возрасте. В частности, цепь употребления подростком наркотических веществ часто обуславливается длительным эмоциональным напряжением, а также изоляцией родительской депривации. Таким образом, дети начинают компенсировать дефицит родительского тепла, создавая иллюзию или переносы в детский мир. В работах известного педагога-гуманиста Вахтерова содержится рассуждение о том, что положительные чувства восторга, радости, надежды повышают энергичность и жизнедеятельность организма, усиливают его работоспособность, возбуждают волю. Негативные чувства, страх, недовольство, горе, скорбь, отчаяние, уныние, угнетают, конечно же, человека, ослабляют его жизненность и функционирование организма, снижают работоспособность, нарушают протекание психических процессов и отрицательные чувства, по мнению ученого, могут вызвать как раз неврастение, истерию, афазию и даже базе этого болезни. Благоприятные условия для духовного роста ребенка и нормального психического развития может создать только семья, основная на взаимном уважении, интересах, ценностях, позициях, мнения детей и родителей, которые характеризуются равенство в взаимоотношениях, доверием, порядочностью, откровенностью, открытостью. Именно такая семья становится надежной опорой и психологическим убежищем от столкновения с внешней средой, вместо восстановления душевных, эмоциональных сил и равновесия. Немножечко затронем такой вопрос, тоже ставить диагноз, что же делать, если родители сталкиваются, или вы, педагоги, сталкиваетесь с невротическими проявлениями. Прежде всего следует обратиться к двум специалистам, это либо педиатр или невролог, если мы говорим о медицинском аспекте. И обязательно необходимо посещение психолога или психотерапевта, если таковой есть. Почему? Потому что неврозы – это заболевание, которое лечится в большей степени не медикаментозно, а в большей степени именно психотерапевтически. Прежде всего, во время консультирования мы проводим глубокий диалог с родителями, во время которого мы проводим детальный анализ психологической обстановки в семье, обследование родителей и ближайших родственников. Сегодня я не затронула момент, потому что и бабушки, и дедушки, особенно участвующие в воспитании детей, накладывают очень большой отпечаток именно в появлении невротических расстройств. И диагностика и работа с самим ребенком. Это различные беседы с ребенком, это наблюдение за ребенком в процессе игровой деятельности, рисование и детальные анализы рисунков. Соответственно, из всего этого мы делаем заключение о наличии и типе невроза, а затем уже разрабатываем дальнейший план лечения и то направление, которое мы с вами выбираем. Два слова буквально про виды терапии. Итак, основная терапия, которая оказывается в психотерапии, она бывает групповая, семейная и индивидуальная. Все эти три вида используются, как правило, они используются в обзаимосвязи. Психотерапия в случае детских неврозов направлена на общее улучшение обстановки в семье и нормализацию их семейных отношений, а также дополнительные меры в виде назначения медикаментозных препаратов, а также различных физиотерапевтических средств. Родителям важно понять, что самостоятельно при помощи книг, интернета или игрушек они не могут достичь положительных результатов коррекции невроза, зачастую могут навредить, потому что, еще раз, семейная обусловленность невроза, как правило, родители в себе сами разобраться не могут, тем самым только усугубят те проявления, которые только есть. Итак, профилактический мер буквально двух случаев, потому что об этом мы будем говорить в дальнейшем. Чего не стоит делать при неврозе? Если у ребенка отмечены симптомы невроза, то повышенное внимание, гиперболизированная забота только могут усугубить положение. Не стоит баловать малыша на основании того, что он уже болен. Часу профилактических действий стоит отнести. Внимательное наблюдение за поведением ребенка и своевременное реагирование на различные отклонения. Создание в семье благоприятной психологической и эмоциональной обстановки, а также объяснение ребенку причины необходимости требований, которые к нему предъявляются. Потому что в системе воспитания требования у нас должны присутствовать. Это нормально, но ребенок должен осознавать, чего от него требуют и для чего это нужно. Что же делать родителям? Равномерно распределить свое внимание на всех детей, если их несколько, 10 раз подумав, а потом уже что-то высказывать ребенку, свои упреки. И проявление максимум внимания и любви к своему ребенку. Потому что зачастую мы, мама, на фоне своих каких-то проблем, своих эмоций, мы можем выпалить своему ребенку все что угодно. Вот мне там не столкнулся, мама любящая, заботливая, но на фоне стресса и взаимоотношений с отцом ребенка, она стала просто-напросто отыгрываться на ребенке и мстить ребенку, вернее отцу посредством ребенка. Постоянно мы проговорим, да ты плохой, я тебя сдам в детский дом, а потом она стала удивляться, почему у ребенка появилась агрессия, почему ребенок плохо спит и так далее. И ничто не я, и ничто не лекарство, а главная мера во всем, во всех наших воспитательных воздействиях. И закончить мне сегодня хотелось бы, знаете, такая, не точку поставить, а многоточие, притча. Притча Паула Каэлья, которая называется невротический ребенок или притча воспитания. Маленькая Мэри с матерью пришли на берег моря. Мам, а можно я поиграю в песок? Нет, дорогая, ты испачкаешь свою чистую одежду. Мам, а можно я побегаю по воде? Нет, ты намокнешь и простудишься. Мам, можно мне поиграть с другими детьми? Нет, ты затеряешься в толпе. Мам, купи мне мороженое. Нет, ты простудишь горло. Маленькая Мэри начала реветь, мать повернулась к стоящей неподалеку женщине и сказала, Господи боже мой, вы когда-нибудь видели такого невротического ребенка? Да, притча, которая заставляет нас задуматься, что же, кто же на самом деле является проявлением, вернее, толчком к появлению таких невротических моментов. Итак, на этом мы сегодня с вами заканчиваем. Спасибо за внимание и до новых встреч.